Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Учитель начальных классов ВХТЛ Каният Гасраталиева стала одним из победителей Всероссийского конкурса классных руководителей. Кредо моё по жизни – это быть неравнодушным к людям в общем, особенно если ты работаешь в школе. Во Дворце культуры «Видное» прошла антинаркотическая лекция для школьников. Были приглашены шестые и седьмые классы. Мне кажется, это именно те классы, которые начинают своё познание в мире. В библиотеке «Зелёные аллеи» работает клуб, мы играем в шахматы. Начинается всё с истории шахмат. Обязательно потом начинается теоретическая часть. Учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея Каният Гасраталиева стала одним из победителей Всероссийского конкурса классных руководителей. В нашей съёмочной группе педагог рассказала, с какими трудностями она столкнулась во время состязаний и раскрыла секрет своего успеха. Труд первого учителя особенный. Именно эти педагоги открывают дверь в мир знаний малышам, только переступившим порог школы. Научить ребёнка читать, писать, работать в коллективе. Со всеми тонкостями этой нелёгкой профессии учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея Каният Гасраталиева справляется на отлично. Кредо моё по жизни – это быть неравнодушным к людям в общем. Особенно если ты работаешь в школе, и особенно в начальной школе – это неравнодушие к детям. Любовь к детям – это самая первая основа основ, которая приводит тебя к успеху. То, что в этой профессии, она не случайна, Каният Гасраталиева доказала на Всероссийском конкурсе классных руководителей. Как рассказывает педагог, попасть в число победителей ей удалось благодаря упорству и желанию постоянно учиться, а также осваивая новые методики по работе с детьми. Что-то непонятно объяснит. Она очень добрая, понимает всё. Видно, что она опытная. У нас очень добрая учительница. Ей, если задать вопрос, она не наругает, если даже довольно кубый вопрос. И она очень хорошо объясняет темы. Она очень понятно объясняет и добрая, хотя и в третьем или втором классе говорила, что она самая строгая из начальных классов. Но я так не считаю. Конкурс состоял из пяти этапов. Один из самых сложных – онлайн-обучение школьника-отвечника. 25 вопросов из всех 25 вопросов в каждом вопросе по три ответа. То есть, если у тебя интеллектуальный твой ученик не был доволен, то, соответственно, писалось, чего не хватает. Но стать победителем, считает Каният, ей во многом помогла видео-визитка. Эту работу высоко оценили организаторы конкурса. Мы записывали видео «Моя воспитательная инициатива». И в этой инициативе я выложила всё, что я чувствую, что я применяю в практике и что для меня важно вообще в воспитании человека, в воспитании детей. И всё-таки признаётся героиня нашего сюжета, её главная победа – любовь и взаимопонимание с собственными учениками. Ребята искренне ценят и любят своего классного руководителя. Я перешёл сюда из гимназии. Мне учитель понравился сразу. Она добрая, активная. Любит нас и всегда понимает, что мы ему скажем. И он очень добрый. И я рада, что я поступила к этому учителю. Всё объяснит, скажет, как правильно сделать. И ты сразу, когда понимаешь, сразу начинаешь делать. И уже сразу оценки становятся, конечно, хорошие. Но учитель очень прям вот такой. Я очень люблю своего учителя. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Осенью традиционно растёт заболеваемость гриппом. Чтобы обезопасить себя от болезни, в качестве профилактики врачи советуют вовремя сделать прививку. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, амбулаториях и центре диспансеризации Видновской клинической больницы. Используются вакцины «Сови Грипп» и «Ультрикс Квадри», содержащие актуальные штаммы вируса. Получить направление на прививку можно у терапевта по месту прикрепления или самостоятельно записаться на региональном портале госуслуг. На настоящий момент в Ленинском округе вакцинировались от гриппа уже порядка 60 тысяч человек. С малых лет детям необходимо рассказывать о важности здорового образа жизни и вреде наркотиков. Во Дворце культуры «Видное» прошла тематическая лекция. Организаторы рассказали школьникам, как важно осознанно подходить к вопросам своего здоровья и оберегать себя от пагубных привычек. Во Дворце культуры «Видное» проходит лекция о вреде наркотических веществ. Школьникам расскажут, как уберечь себя и не подвергать свою жизнь опасности. Сотрудники Дворца культуры подготовили для учеников Видновского художественно-технического лицея тематическую викторину и программу с образовательными видеороликами. Мероприятие было нацелено не только на просвещение ребят, но и на предостережение от непреднамеренного риска здоровью. Тема нашей программы выбрана не случайно. Здоровому человеку нужно все, а больному нужно здоровье. Это очень актуальная тема, потому что подростки не имеют своего полноценного «я». У них нет возможности отвечать за свою жизнь полноценно. Поэтому очень важно нам, взрослым, умудриться рассказать и донести до каждого подростка, что он должен сделать выбор. И он должен сделать выбор в правильном направлении. Были приглашены шестые и седьмые классы. Мне кажется, это именно те классы, которые начинают свое познание в мире. Теория ответственного отношения к организму должна подкрепляться практикой. Школьники рассказали, как они относятся к здоровому образу жизни и соблюдают ли его. Да, я соблюдаю здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. Не курю, не пью, не принимаю наркотики. Я соблюдаю спорт, занимаюсь спортом и просыпаюсь хорошо, соблюдаю режим сна и питаюсь тоже хорошо. Как показала программа, подрастающее поколение относится к теме здоровья с большой ответственностью, следит за режимом сна, правильно питается и не собирается двигаться в ином направлении. Если мы будем постоянно детям говорить, что это хорошо, хорошо радоваться жизни, хорошо питаться, правильно заниматься спортом, чтобы быть здоровым, тогда ребенок усвоит, мне кажется, эти правила и будет идти только вперед и наслаждаться своей жизнью. Проведение подобных мероприятий оказывает на учащихся положительное воздействие и позволяет не только узнать что-то новое, но и уберечь себя от вреда здоровью. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Шахматы только на первый взгляд кажутся сложной интеллектуальной игрой, но обучиться ей может каждый. В библиотеке «Зеленые аллеи» проходят занятия для школьников. Преподаватель клуба «Мы играем в шахматы» научит основам новичков, а также напомнит правила тем, кто уже знает некоторые ходы. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В современной библиотеке можно взять не только книги, но и научиться чему-то новому. Например, в одном из филиалов, которые находятся по адресу Бульвар Зеленой аллеи, дом 7, можно научиться играть в шахматы. Опытный преподаватель Юрий Козлов имеет первый разгляд. Он занимается шахматами около 20 лет и неоднократно принимал участие в турнирах. Юрий Михайлович знает, с чего начать обучение. Начинается все с истории шахмат, обязательно потом начинается теоретическая часть, практическая часть. Входит туда много чего и дебюты, и гамбиты, и названия много открытых начал, закрытых, полуоткрытых. Это целая книга. У нас этот клуб, я надеюсь, станет регулярным. Раз в неделю. Вроде желающие находятся. Группа состоит не только из новичков, но и из тех, кто играет в шахматы уже не первый год. Наставник может найти подход каждому. Ребятам нравится учиться. Мне очень нравится здесь заниматься. У нас очень хороший преподаватель. Я хорошо играю в шахматы. У меня есть некоторые успехи. И желаю всем таких же успехов. А успехов ребята, несомненно, добьются, если будут стараться и стремиться к победам. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Осадовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова